Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist, и сегодня у нас с вами очень-очень радостное событие. На моём канале в основном 100 тысяч подписчиков. Конечно, в 2К17 эта цифра, мягко говоря, не впечатляет уже, мало кого она удивит, или ей там вряд ли можно похвастаться, но, тем не менее, я считаю, что всё равно этого очень много. Хотя сейчас огромное количество каналов миллионников, да, там огромное количество каналов, где даже больше миллиона, но я считаю то, что у меня хоть аудитория и не такая уж большая, зато она живая. То есть, если вы обратите внимание, есть огромное количество каналов, у которых там 800 тысяч подписчиков, миллионы, у которых просмотров там не сильно больше, чем у меня, и то и бывает и столько же. Это говорит о том, что аудитория у меня активная, да, и это не может не радовать. Было бы, наверное, неправдой говорить, что это только ваша заслуга, потому что в наше время сейчас довольно непросто продвигать канал, да, вот именно в 16-17 году, при этом не пользуясь какими-то современными трендами, веяниями и так далее. Я пытался так делать, и в результате этого мой канал там почти полтора года был в состоянии простоя. То есть, когда подписчики не росли, просмотры не росли, да, просто потому что я работал вот как раньше, а сейчас нужно, к сожалению, работать по-другому. Это наложило определенный отпечаток на мой контент, то есть пришлось сделать более такие каверзные и громкие названия, пришлось сделать более красочное оформление канала, а также превью. Пришлось выбирать более интересные темы для обсуждения какие-то, но, еще раз говорю, сейчас на ютубе без этого просто тупо не выжих, никак, это уже проверено. И я старался всегда не упарываться в какую-то дичь, то есть, там, выбирать такие темы, которые интересны будут, да. А также, если, допустим, я критикую игру, то не просто там говно свое изливать, а всегда предлагать какие-то идеи, и вообще суть моей критики всегда сводилась и будет сводиться к тому, чтобы проблемы игры были решены, ну или хотя бы их попытались решить. В этом, как бы, собственно говоря, и суть, да, в любой критике, иначе она бессмысленна, если это просто изливание потоков говна. И это иногда, ребята, действительно работают, вот яркий пример, это марафон Е25. В ВГ обосрались, ввели этот марафон, мы все вместе подняли дикую бучу, было огромное количество видосов у меня на канале, там, и тоже был ролик, который немало, кстати, набрал. И все, ВГ больше с тех пор никаких марафонов не делали, да, на всякую имбалансную фигню. Это не может не радовать, к сожалению, не всегда у нас это получается, но тем не менее. Вы спросите, а почему вообще есть смысл сейчас на Ютубе гнаться там за просмотрами и так далее? Дело в том, то, что, наверное, ни для кого не секрет, хотя, ну, мало ли, вдруг кто не знал, Но сейчас на Ютубе зарабатывать просмотрами практически невозможно, поскольку цена на рекламу, она упала просто ниже Плинтуса. Из-за того, что у нас у каждого, да не то, что у каждого второго, у двух людей из трех, у них стоит отблок, который блокирует полностью всю рекламу и тем самым лишает авторов Ютуба вообще какого-либо заработка. Из-за этого у нас цена на рекламу, там, например, почти в 10 раз меньше, чем в Америке, там, в 7 или 8 раз, по-моему. Это проблема, на самом деле, потому что, говорю, если раньше я мог делать видео именно для души, так редко стараться, да, там, и иметь свои, там, 500 тысяч просмотров в месяц на канале и зарабатывать 500 долларов с этого, то сейчас, чтобы зарабатывать 500 долларов, надо делать где-то, ну, миллионов-два примерно, ну, может быть, полтора минимум. То есть, иначе, ну, денег вообще никаких не будет. Конечно, некоторые люди, они начинают рекламировать танковые рулетки, финансовые пирамиды, ну, просто, чтобы хоть как-то зарабатывать. Ну, допустим, для меня это неприемлемо, как я уже говорил неоднократно, что я не могу так, как бы, откровенно так ссать на лицо своим подписчикам. Ну, я считаю, как бы, ну, не хочу, короче, этим заниматься и все. Поэтому, варианта два, либо упарываться в донаты, то есть, постоянно клянчить донаты, либо увеличивать количество просмотров. Я выбрал второй вариант, потому что донаты, это дело, я считаю, такое, должно быть добровольное, он должен быть не навязчивый, донат не должен давать каких-то преимуществ, именно как у меня вот на стримах, да. Когда, если человек хочет меня поддержать, он может мне скинуть, там, сколько угодно. Но нет такого, что я только за донаты что-то делаю, там, и так далее. Именно поэтому я стал, говорю, работать на количество просмотров. И это получилось, еще раз говорю, просмотры выросли примерно в 4-5 раз у меня на канале, а то и в 6 иногда. И это работает, ребят. Просто иначе, ребят, не может быть. Не бывает все идеально, еще раз говорю. Если вы хотите, чтобы вот ситуация с этими раскаленными ножами или шарами, вот она продолжалась, то продолжайте ставить отблок. И скоро на ютубе будет только Мистер Макс и Мисс Китти. Вот. Поскольку реклама вообще ни хера уже почти не стоит. Если вы хотите поддержать тех авторов на ютубе, которых вы смотрите, то добавляйте ютуб в исключении отблока. Потому что ютуб не настолько агрессивная в плане рекламы площадка, чтобы там уж ставить отблок. У меня на моем компьютере, да, вот основном рабочем, в Google Chrome, это основной браузер, никакого отблока нет. Я смотрю видосы, как правило, именно там и смотрю их всегда с рекламой. Потому что я знаю, что это такое, да, что это важно. И если вы хотите кого-то поддержать из людей, кого вы смотрите, добавляйте ютуб в исключение отблока. Я не собираюсь там никого сейчас стыдить, давить на совесть. Это ваш выбор. Я понимаю, что некоторые ставят отблок, потому что, например, у них интернет слабый, да, плохо тянет рекламу, да, потому что реклама тоже ролик, как бы загружается лишний трафик. Кто-то ставит отблок, потому что у них ноутбук слабый и вообще тормозит на рекламе. Такое тоже бывает. Но если у вас есть возможность и желание, то я прошу вас это сделать. Также хочу напомнить то, что такая вещь, как лайки и дизлайки, она по-прежнему требуется любому автору. За них не платят деньги. Деньги платят только за коммерческий просмотр. Это просмотр видео, на котором был показ рекламы. Это все, за что платят на ютубе. И лайки и дизлайки, коммент-комментарии. Это нужно для того, чтобы видео, как бы, продвигалось активнее системой ютуба. Вы думаете, почему сейчас, да, вот в трендах всякий шлаг, типа, мистер Макс и мискити? Потому что люди забывают ставить лайки, дизлайки и система, грубо говоря, продвижения вот именно ютуба, она начинает ориентироваться на другие вещи. Такие, как, там, количество повторных просмотров, там, как его, удержание аудитории и так далее. Вот, поэтому не забывайте, ребята, об этом, если хотите поддержать автора, да, не хотите тратить денег, там, или даже не хотите отключать рекламу, то не забывайте поставить лайк или дизлайк даже. В любом случае это важнее, да, и полезнее будет для канала, чем если вы просто посмотрите видео и закроете его. Также про комментарии, если есть что сказать, тоже обязательно пишите. Я стараюсь, допустим, комментарии по возможности читать. К сожалению, не всегда удается это сделать, потому что комментариев очень много, их сейчас больше тысячи на канале в сутки. И я не успеваю иногда на все ответить, как вы понимаете, но я стараюсь. Также у меня есть группа ВКонтакте, хочу напомнить, ссылка на нее в описании. Там можно найти мои, ну, ссылку на мою страницу ВКонтакте. Она у меня чисто для работы, то есть там нет там ни фотографии, ничего такого, ни друзей там особо. И как бы она нужна для управления группой ВКонтакте, вот эта страница, а также там личка открыта. И если там, грубо говоря, есть что спросить или предложить, тоже можете писать. Только единственная просьба, что не надо спрашивать, как у меня дела, писать мне привет, как жизнь, там, как погода. Вас каждый день пишет 50-70 человек мне в личку. И если будет каждый спрашивать, как погода, ну, понимаете, это огромное количество времени на это будет уходить просто. И рекомендую вам писать мне в личку только если, ну, это что-то важное. То есть, например, вы хотите там совет спросить мой по поводу чего-то. Или мнение узнать, да, или что-то предложить наоборот мне там, ну, мало ли там, какую-то интересную информацию, например, скинуть. Не надо писать, давай погоняем во взводе, а это действительно ты, это раздражает. Когда ты открываешь личку, видишь там 70 сообщений и понимаешь, что две трети из них, они бессмысленны. Я на них отвечать перестал. То есть, если вы мне что-то пишете в личку ВКонтакте и я вам не отвечаю, это означает то, что ваш вопрос дебильный. Либо он просто тупой, либо он гуглится. Не надо спрашивать меня, как купить премиумный танк World of Tanks. Это вопрос, который можно, вы можете то же самое написать в Google и он вам ответит на это, понимаете. Не надо спрашивать меня вещи, которые, ответы на которые есть в Google. Учитесь сами гуглить, вам это потом пригодится по жизни, и в учебе, и везде. Я не справочную бюро и я не техподдержка, чтобы решать проблемы, которые должна решать как раз-таки служба поддержки. Да, если у вас какая-то специфическая, да, ситуация, ответа на которые нет в Google, тогда можете написать. Ну, хотя бы проверьте сначала. Научитесь уважать чужое время, да. Ведь я отвечаю вам абсолютно бесплатно, то есть мне никто за это не платит. Я трачу свое время на то, чтобы отвечать своим подписчикам. И попытайтесь, грубо говоря, не расходовать мое время напрасно. Может быть это пафосно сейчас звучит, но, ребят, еще раз говорю, я могу личку и закрыть. И ничего бы от этого, по большому счету, не поменялось, но я даю вам возможность написать мне напрямую. Именно, чтобы была обратная связь. Также хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос касательно планов на будущее. Буду пока делать видосы по танкам. Игра, в принципе, сейчас немножко поднимается с колен потихонечку, совсем медленно, но тем не менее. И, в принципе, она мне интересна. Я думаю, на какое-то время этой игры еще хватит. А дальше, я думаю, будет какая-нибудь игра-приемник. И, ну, короче, без работы, думаю, вряд ли в этом плане останусь. По второму каналу сейчас тоже есть много идей, есть, как скажем так, всякие интересные такие мысли. Я по мере возможности все это буду реализовывать. Второй канал, у меня тоже ссылка на него в описании. Там видео не по World of Tanks выходят. Да, то есть на разные другие темы. Сейчас вот про Тарков выходят, несколько роликов было. Хорошо их тоже смотрят. В общем, идеи, ребята, есть. То есть тут все зависит только от нас с вами. То есть, да, хватит ли сил, здоровья, желания на все на это. Хватит ли ваших сил, здоровья и желания на то, чтобы все это смотреть. Вот. И пока, грубо говоря, мы с вами приносим пользу друг другу. То есть, да, вам нравится, например, смотреть мои видео. Мне приятно делать эти видео для вас. А также я получаю там какой-то доход с рекламы. Нам обоим хорошо. Я считаю, это отлично. Как только, то есть, что-то кого-то перестает устраивать в этом, то, ну, видимо, стоит, грубо говоря, разойтись, да. Потому что, если вам не нравится видео, то, ну, просто не смотрите. Какие проблемы. Такие дела, ребята. В общем, еще раз хотел выразить благодарность всем моим подписчикам, каждому из 100 тысяч за то, что он подписался. Надеюсь, что это не последняя круглая цифра. Хотел бы выразить огромную благодарность тем, кто меня поздравлял уже. Многие написали мне в личку, там, поздравляю, сотка и так далее. Тоже вам всем большое спасибо. Надеюсь, что все у нас будет по-прежнему с вами ровно и отлично. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok